Таможенные посты Теперь федеральная таможенная служба решила пойти еще дальше и вывести таможенные в приграничные области. Брянскую, Курскую, Смоленскую и Белгородскую. И другие области. Число таможенных постов должно сократиться до 8-10. В 2009 году, когда сокращалось число таможен, бизнес предсказывал удорожание продуктов питания, даже перебоевых поставок. Проблемы действительно были, но не того масштаба, который ожидали импортеры. Так что, вероятно, и в этот раз в Москве все обойдется. Ситуация в Санкт-Петербурге несколько другая. Сейчас в городе работает 5 таможенных постов, через которые возят груз. Куда их будут переносить, пока не ясно. Но питерские участники рынка говорят, что вдоль российской границы нет никаких условий. На местах, где могут появиться таможенные посты, сейчас глухой лес. Поэтому, прежде чем закрывать таможенные посты в городе, необходимо сначала построить новые. Или же импортерам придется возить товар в город, например, через Брянскую или Курскую области, что, конечно же, сильно увеличит расходы поставщиков, которые могут наверняка переложить их на покупатели. Собственно, все это делается в рамках реализации концепции переноса таможенных границ. И конечный результат должен выглядеть вот так. То есть, вернее, сейчас это выглядит вот так. То есть, возится товар, он оформляется непосредственно рядом с получателем. А после реализации концепции товар будет оформляться и возиться прямо на границе, достаточно далеко от получателя. Поэтому, это, в принципе, нормальная практика для стандартных грузов, продуктов питания или одежды. Если компания везет оборудование, то наверняка они столкнутся с требованиями о дополнительных документах. И вот тут начнутся проблемы, потому что документы придется везти от места нахождения получателя как раз к границе России. Ситуация с Питером – это 200-300 километров. Еще одна интересная деталь – концепция развития таможенных постов предусматривает, что 70% постов расположится на площадках Ростэка. Это унитарное предприятие, которое учреждено Федеральной таможенной службой. И в прошлом году в Питере уже был большой скандал, когда ФТС закрыла пост Южный на старейшем городе терминале Софавто и перенесла его в терминал Руслан, который контролируется как раз Ростэком. Этот перенос вызвал многокилометровые пробки на границах, из-за чего компании, естественно, потеряли много денег. Поэтому сейчас питерские импортеры подразумевают, что за всеми этими перемещениями тоже прячутся интересы Ростэка, а вовсе не забота о депрессивных приграничных регионах, в которых таможенные посты должны вдохнуть жизнь.